Израильтяне шутят, что когда Иерусалим молится, Тель-Авив развлекается, то Хайфа в это время работает. На самом деле Хайфа очень динамичный и современный мегаполис. Мне кажется, Хайфа один из самых необычных городов Израиля. Он спускается каскадами по горе, к морю. Очень необычный, непривычный ландшафт. Хайфа и начала строиться так, снизу вверх, и поэтому здесь социальная градация, она действительно реально видна на местности. Кроме того, Хайфа это невероятная смесь разных культур, традиций, архитектуры. Здесь можно встретить английские колониальные домики, можно встретить традиционную турецкую архитектуру, арабскую, еврейскую, немецкая слобода, современное строительство. Хайфа это живой и динамичный город. Несмотря на свою относительную молодость, он является третьим по величине в Израиле. И я думаю, что Хайфа имеет огромное будущее. Нижний город – это микс архитектурных стилей, где по соседству со старой мечетью органично вписываются в городской ландшафт зеркальные небоскребы. Интересный городской квартал. Судя по всему, это дома 20-х годов 20-го века. Да, и здания здесь построены, кстати, в таком неоколониальном стиле. Этот квартал был Сити – деловой торговый центр Хайфы в 20-е годы. Правда, очень быстро он потерял свою актуальность, так как англичане в 30-е уже построили новую дорогу, которая называлась Кинг-стрит. Она находится буквально в двух шагах отсюда, там, где некогда плескалось море. И сегодня этот район переживает свой настоящий ренессанс. Здесь открылось огромное количество ресторанчиков, кафе, гостиниц, бутиков. И я надеюсь, что свое возрождение этот район Хайфы продолжит и станет настоящей жемчужиной нашего города. Но Хайфа – это не только камни и бетон. Главное в городе, конечно же, его жители. В самом центре арабского квартала, в Аде-Ниснас, проживает небольшая армянская община города. Издревле армяне Ближнего Востока славились своей непревзойденной техникой росписи по керамике. Сегодня секретом древних мастеров обучает жителей Хайфы Рена Пагаян. Я живу в Хайфе уже 30 лет. Этот дом принадлежал нескольким поколениям семьи моего мужа. Здесь родился наш сын. Вообще в этом доме царит особая атмосфера, которая очень располагает к творчеству. Армянская община Хайфы живет очень дружно. Мы отмечаем вместе все праздники, свадьбы и семейные торжества. Мы стараемся хранить все традиции нашего народа. В Хайфе мирно уживаются представители пяти мировых религий – евреи, христиане, мусульмане, друзы и бахаи. Именно в Хайфе еще в XII веке был основан монашеский орден кармелитов, чей монастырь и главная церковь ордена находится сегодня почти на вершине горы Кармель. Эта церковь является духовным центром всего кармелитского ордена. Орден получил свое название по горе Кармель, где, собственно говоря, расположен этот монастырь. Статус материнской церкви был дан папой римским Павлом VI во время его визита на Святую Землю. Орден посвящен в первую очередь, конечно же, Богоматери, Деве Марии, которая имеет также статус Стелла Марис – звезда моря. Так ее называли моряки, которые молились о благополучном возвращении домой. Кроме этого, здесь в церкви находится и замечательный грот, посвященный Илье Пророку. По преданию, Мария именно в этом гроте кормила младенца Иисуса своей грудью, когда возвращалась из бегства в Египет. Мне нравится это совмещение. Тут Илья Пророк, тут Стелла Марис. Складно все в одном месте. Самое смешное, что у евреев и у арабов есть также пещера Ильи Пророка, потому как он является пророком и в исламе, и в иудаизме, но она находится ниже. Как же решается это противоречие? Ну, наверное, очень просто. Внизу у него был главный дом, а здесь у него была дача. Хайфа – очень европейский город. И это неудивительно. К созданию ее необычного облика приложили руку и немцы, и англичане, и даже Российская империя. Трудно, конечно, представить, что вот здесь когда-то на этом месте плескалось море. Да, англичане решили построить здесь крупный морской порт, главные морские ворота Палестины и Рецесраэль, как тогда называлась наша страна, и засыпали морское побережье, выровняв его и создав плацдарм для новых портовых сооружений. Ну, а первый морской порт в Хайфе был построен еще русским царем Александром II для приема паломников на Святую Землю. В середине 19 века в Хайфе обосновались немецкие темплеры, построив первую немецкую колонию на Святой Земле. Мы как будто бы оказались в каком-то небольшом европейском градке. Это немецкая колония или немецкая слобода, первое из поселений, которое было основано немцами-темплерами в конце 19 века на Святой Земле. Немцы, приехав сюда, очень быстро освоились, начали развивать сельское хозяйство, промышленность, транспорт и, по сути дела, явились двигателями прогресса на Святой Земле. Ну, а Хайфа – это, конечно же, был их центр, то место, откуда вообще все они здесь начали. За стенами этих симпатичных домиков скрываются невероятные истории немецких семей, колонистов, которые жили здесь на протяжении почти 70 лет. Но, к сожалению, немцы вынуждены были покинуть Хайфу после Второй мировой войны. После ухода немецких колонистов квартал долгое время пустовал. Но благодаря стараниям мэрии и бизнес-инициативам немецкая слобода превратилась в популярнейшую зону отдыха с ресторанами, гостиницами и стала великолепным туристическим объектом. Проложенная турецкими и немецкими инженерами железная дорога сделала Хайфу важнейшим транспортным узлом. Отсюда до 1948 года уходили поезда на три континента – в Африку, Европу и Азию. Очень симпатичная площадь, давно ее люблю, и она называется Парижская. В Хайфе нету географического или экономического центра города. Вопрос не существует. Город очень разбросан по горе, Корнель, и поэтому найти центр здесь невозможно. Но площадь, Парижская площадь, где мы сейчас с тобой идем, она, можно сказать, исторический центр города. Почему же она Парижская? Да. Дело в том, что здесь находится первая станция самого короткого в мире метрополитена. И Хайфа – единственный город, где есть метро. В свое время это метро нам строили французы, и поэтому благодарные жители города назвали площадь, где находится первая станция, Парижская. Пойдем проедемся на метро. Хайфский подземный фуникулер занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самое короткое метро в мире – всего 1800 метров и 6 станций. Благодаря этому уникальному транспорту можно добраться из порта на вершину Кармеля всего за несколько минут. Хайфа – лидер среди городов страны по количеству видов общественного транспорта, включая самые неожиданные решения. Какое-то непрерывное движение у нас над головой. Хайфа является на сегодняшний день самым продвинутым городом в сфере общественного транспорта. Здесь есть морской порт, аэропорт, железнодорожный узел, автобусные хабы. И вот сейчас еще открыли у нас и канатную дорогу, которая будет соединять нижний город с верхним. Современная Хайфа – это не только каменные джунгли и современный ритм урбанистической цивилизации. Об уникальном опыте синтеза цивилизации и природы в Хайфе в нашем следующем выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА